Линейные коды Все наиболее популярные и реально применяющиеся на практике алгоритмы кодирования, все они являются линейными. То есть коды, которые на практике применяются, являются линейными. Давайте я дам определение. Напомню сначала, что такое блоковые функции. Это функции вида такого вида. То есть каждому блоку размера К эта функция сопоставляет блок размера К, который больше. Это просто блоки и единственное, что с ними нужно делать, это высылать их по каналу и сравнивать как-то элементы. В каких позициях они отличаются, то есть считать расстояние Хеммеля больше, собственно, ничего нельзя делать. В линейных кодах вводится дополнительно структура на этих множествах. На множествах этих блоках вводится структура линейных пространств. То есть мы вводим для блоков. Сейчас мы возьмем два информационных блоков. Мы их уже рассматриваем как вектора. С векторами уже можно делать гораздо больше интересных вещей. Можно складывать, можно вычитать, можно умножать на скаляр. То есть на этих множествах вводится структура линейных пространств. Правда, при этом сам алфалит мы должны определить операции сложения, умножения, москаляр, вычитания, взятия обратного. Нужно, чтобы само это множество, на нем были определены все эти операции. Ну, желательно, чтобы все арифметические операции, все, что нужно сделать, складывать, вычитать, умножать, делить на 0. Все это было возможно в этом множестве. А это означает, что вот это множество у нас превращается в поле. То есть вот я не буду определять, что такое поле. Просто скажу, что вот это поле это такое множество, где с элементами можно делать все, что вам вздумается. То есть складывать, то есть все четыре арифметических операции базовых можно там делать. И свойства при этом, свойства этих операций, они такие же абсолютно, как вот с обычными числами, с вещественными числами. Ну, то есть наш алфавит превращается в поле, в чем поле должно быть конечное. Есть такое обозначение в алфавитах, в алфавитах, в алфавитах, в алфавитах, в алфавитах. Ну, правда, при этом не для каждого ку существует поле конечное. То есть ку должно быть, мало ли, докажется, что ку должно быть степенью простого числа. Ну, мы пока в алгебрарические геометрии не будем дожаться. То есть просто будем предполагать, что наш алфавит это конечное поле. Благо, что вот самый популярный случай, когда у нас убиты, это действительно поле, но личное поле. В двух алфавитах 0 и 1. И операции происходят по модулю 2. То есть обычное сложение, обычное положение, но все по модулю 2 должно происходить. Более того, можно заменить поле на любое простое число и рассмотреть множество чисел от 0 до P-1. И рассмотреть на остатки, отделение чисел на числах P. И все операции проводить также по модулю числа P. И можно доказать, что в алгебре это делается, что получается у нас поле. То есть все операции там определены и все свойства обычные, которые для этих операций выполнены, выполняются. То есть, грубо говоря, там можно складывать, вычитать, умножать и делить на не нулевое лимон. То есть на минуту. Это очень хорошо, потому что многие алгоритмы классические, допустим, линейные алгоритмы, предполагают, что мы должны уметь делать все эти операции. Например, метод Гаусс. для решения системного управления. То есть у нас алфавит превращается в поле конечное, а блоки превращаются в вектора. То есть получается, что... Давайте я запишу определение, что такое линейный код. Значит, линейный код. Блоковый код это просто была функция, которая отображала какое-то множество, какое-то множество блока длины n. Линейный код это не просто отображение, то есть у нас будет уже пространство линейное. То есть набор векторов размера К. То есть это линейный пространство, это множество всех векторов размера К. Ну и с ними можно делать все операции. Складывать, читать, умножать на элемент поля. То есть все, что с векторами можно делать. А здесь у нас и пространство размерности К, здесь пространство размерности N. Ну и, соответственно, наш код превращается вот в такое отображение. Но оно не просто отображение, оно должно быть линейным. Линейное отображение. Причем, еще одно слово я запишу. Линейное невыражненное отображение. Невыражненное отображение. Ну, сначала давайте объясню что-то уединение. Ну, те, кто знают, те, кто, говорится, знают о математике. Это отображение должно обладать таким свойством, что для любых векторов оно сумму должно, сумму векторов переводит в сумму их образа. То есть оно сохраняет эту операцию сложения. И если мы вектор умножим на скаляр, этот скаляр можно вынеститься на отображение. То есть оно сохраняет структуру летнейности. Благодаря этому, значит, такие отображения имеют массу очень хороших свойств. Случаются они в равеналгебре. Очень приятно объявлено. Что такое невыражненное? Невыражненность означает, что если какой-то вектор переводится в нулевой вектор, то сам этот вектор равен нулю. То есть только ноль, нулевой вектор, то есть вектор составленный из этих нулей, может такое отображение переводить в нулевой вектор. Это означает в слове «минус». Ну, я как бы подробно всё это не объясняю, потому что всё это есть в любом курсе аудитории, линиями аудитории. Ну и кроме того, можете в книжках почитать, вот в этом учебном пособии можете почитать. Там более подробно всё это написано. Главное, что как это более конкретно выглядит. Дело в том, что любое линейное отображение можно задавать с помощью матрицы. То есть вот существует матрица, если у нас есть такой линейный код, то существует матрица G, которая реализует это отображение. То есть результат применения этого отображения, это фактически мы берём вектор и умножаем на эту матрицу G. То есть это тоже факт связнения алгебры, который позволяет компактно задавать линейное отображение и, соответственно, компактно задавать линейные коды. Каковы размеры этой матрицы? Элементы матрицы из нашего поля. Размеры этой матрицы, давайте нарисуем просто как это выглядит, матрица G. Число устромленного ка, число столбцов ка. То есть когда мы берём информационный вектор, здесь терминология наследуется из блока выхода. Такие вектора, которые мы отображаем, называем информационными векторами, это кодовые вектора. То есть информационный вектор у нас размером ка. Мы берём его, умножаем вот так вот. Валюты как-то умножаются. Берём этот вектор, так вот. И вычисляем скорярное произведение. Потом в следующий столбец выписываем результат. И так далее. Результат и получается вектор размера ка. Сразу первый плюс виден в линейных кодах. Это то, что даже два плюса на самом деле. Это то, что, во-первых, сам код задаётся компактно с помощью вот этой матрицы. То есть если вспомнить, как блоковые коды задавались. Там была огромная таблица экспоненциального размера. А здесь матрица размера К на Н. То есть вполне себе такая маленькая матрица. Небольшая табличка, да? То есть компактное задание. Во-вторых, кодирование. Процессура кодирования здесь тоже очень хорошая получается. Надо просто взять и умножить информационный вектор, умножить на матрицу. Это делается очень быстро. Единственный пока неприятный момент – это декодирование. и вообще как возможности кода по исправлению ошибок, а они прежде всего зависят от минимального расстояния, как они связаны с этой линейной структурой. Во-первых, здесь тоже расстояние Хемминга превращается в вес Хемминга. Он только для одного вектора определяется. Что такое вес? Вес вектора Хемминга – это число ненулевых компонентов. и, соответственно, минимальное расстояние блокового кода – это что такое? Это минимум всевозможных расстояние между кодовыми неравными кодовыми кодовыми кодами. Здесь его аналог – это минимальный вес кода. Это минимум из всех весов всех ненулевых кодовых векторов. И вот достаточно легко доказывается, что на самом деле это одно и то же для линейного кода получается. Но, опять же, да, и С не равно 0. В любом длинейном коде есть кодовый вектор, который равен 0. И тогда у нас 0, когда кодируем, да, он переходит обязательно в нулевой вектор. И на самом деле уже здесь видно, что ситуация проще с линейными кодовыми. Потому что, когда минимальное расстояние считаете, вы берете всевозможные пары кодовых блоков и считаете между ними расстояние кодовыми. Потом выбираете минимум. Надо сравнивать все пары. А здесь надо просто взять все кодовые, потому что на пары уже не надо бить, все кодовые вектора взять и посчитать у них просто вес и уровень минимума. Ну, соответственно, все, что было доказано на прошлой лекции про минимальное расстояние, то же самое будет для минимального веса. То есть, чтобы код мог исправлять T ошибок, нужно, чтобы выполнялось такое неравенство. То есть, чем больше минимальный вес линейного входа, тем больше ошибок он может исправлять. И вот оказывается, что минимальный вес связан с некоторой линейной структурой этого входа. Для этого введем еще одну матрицу, которая будет называться проверочной матрицей. Проверочная матрица. Что это за матрица, хотя? Ну, как бы это попроще объяснить так, чтобы не даваясь линейным алгоритмом. То есть, это матрица вот такого размера. Значит, N-K строк и N столбтов. Все ее строки линейно-независимы. А что это означает? Что любая линейная комбинация их нетривиальная. Вот если мы возьмем все строки. И если хотя бы один из кофе-центов не равен нулю, то вся линейная комбинация не будет равна 0. И, значит, каждая строчка, она ортогональна любой строчке матрицы G. Натрица G у нас. Вот если мы возьмем эту строчку здесь, а как мы назовем? Лучше H и T. Здесь G, G, T. Возьмем их скалярное произведение. Это вектор А у нас размера N. Возьмем их скалярное произведение. Получится много. Всегда. Для любых двух строчек вот этой матрицы и этой матрицы. Ну, у линии аналгибрии доказывается, что всегда такая матрица есть. И она у нас называется проверочная матрица. Более того, можно доказать, что если взять матрицу G и умножить на транспланированную матрицу H, получится 0 матрица. То есть вот мы берем эту матрицу G, берем матрицу наш, поворачиваем ее, перемножаем. По всем правилам перемножения матрицы получается матрица, которая состоит только из этих нулей. Почему она называется проверочная матрица? Потому что имеет место такое утверждение. Если мы возьмем вектор C размера G, то он является кодовым, то есть у него переходит какой-то информационный вектор. Тогда и только тогда, когда, значит, если C взять и умножить на транспланированную матрицу H, получится нулевой вектор. То есть проверочная матрица позволяет проверять, является ли вот этот вектор кодовым или нет. Ну, как это доказывает, что не сложно доказывать, в принципе. Можете посмотреть в книжке. Ну и вот, допустим, заново. Какие секунды доказать вам? Я это доказывать не буду. А... И вот оказывается, что минимальный вес кода, он существенным образом зависит от свойств этой проверочной матрицы. А именно можно доказать такое утверждение. Значит, Лавра, если минимальный вес линейного кода больше омега некоторого числа, тогда и только тогда, когда любые омега минус один столбец в матрице H линейно независимы. Ну, что такое линейно-независимы, можно говорить, да? Я думаю, все должны знать, как это было. Ну, давайте доказываем теорию в какую-нибудь сторону. Самая интересная сторона — это линейно-независимы. Вот если любые омега минус один столбец независимы, то минимальный вес будет писать больше приборами этого числа. Доказываем вот в эту сторону с право на верху. Ну, то есть любые, допустим, противные, да? То есть, что все-таки любые омега минус один столбец линейно-независимы, но минимальный вес меньше омега. То есть, найдется, существует входовый вектор такой, что его минимальный вес, его вес меньше омега. входовый вектор должен удовлетворять вот такому условию, то есть, c на h транспандерный вектором нулю. Ну и вот отсюда мы получим противоречие. Почему? Потому что отсюда можно получить линейную комбинацию, нетривиальную линейную комбинацию на какие-то омега-минус один столбец матрицы h. Ну я просто дальше, наверное, не буду выбирать. Отсюда можно получить противоречие. Чтобы время не задерживаться. То есть, фактически, возможность исправлять ошибки линейного кода, она зашита вот в эту матрицу h, в проверьшую матрицу. То есть, определяется ее интервьюными свойствами. И чтобы построить код с хорошим числом ошибок, который может исправлять, нужно построить проверочную матрицу, которая удовлетворяет такому способу. То есть, чтобы как можно больше столбцов в этой матрице были линейными не зависит. Вот. Ну, а как производить декодирование? То есть, вот, смотрите, мы разобрали сейчас с двумя проблемами. то есть, мы линейные коды позволяют компактно задавать сам код в виде порождающей матрицы, позволяют эффективно осуществлять процедуру кодирования, то есть, мы умножаем на матрицу. вот, а как производить декодирование? Ну, вот, некоторую процедуру декодирования осмотреть, так называемые синдромы вести, вектор синдрома. То есть, вот, смотрите, когда у нас, как происходит процедура передачи? информации с использованием линейных кодов. Мы берем информационный вектор и, значит, умножаем его на порождающую матрицу, уже получаем кодовый вектор, потом кодовый вектор передаем по каналу, ну и происходит ошибка. Где-то, в каких-то местах происходят ошибки. Как можно трактовать ошибки? Можно их трактовать так, что в каких-то местах, значит, к вот этим элементам, которые стоят в векторе, в каких-то позициях прибавляется, что-то прибавляется, так называемый вектор ошибок. вектор ошибок. Потом все это, этот вектор подается на вход декодера уже, и задача его определить, что это за вектор ошибок. и когда мы его найдем, мы сможем просто отнять вектор и установить кодовый вектор, который передавали. А по нему уже найти информационный вектор, который передавал. так вот, что такое синдром? А вот смотрите, кодовые вектора, они обладают таким свойством, что когда мы умножаем их на проверочную матрицу, получается нули. А вот если произошла ошибка, то уже это не кодовый вектор. Если мы его умножим на проверочную матрицу, то ноль уже не факт, что получится. так вот давайте седом и будет то, что мы получим. То есть, мы берем вектор, который мы на входе получили, умножаем его на транспонированную проверочную матрицу, что получается? c плюс e умножить на наш транспонент. Если скобки раскрыть, это благодаря ленинести, вот это занулится, получится e от . То есть, практически, синдром, получается, он зависит только от вектора ошибок. То есть, любой кодовый вектор передаем, а синдром будет зависеть только от вектора ошибок, те ошибки там произошли передачи. И вот оказывается, что с помощью синдромов можно построить такую простую процедуру декодирования. можно доказать такой факт, что если линейный код у нас справляет t ошибок, то если мы возьмем всевозможные ошибки весы не больше t, то есть, всевозможные вектора ошибок веса не больше t, и посчитаем их синдромы, то все они будут уникальны. То есть, допустим, у нас есть два вектора ошибок e1, e2, неравные. И известно, что их веса меньше, не больше, чем t. То есть, подход может их исправить. Тогда синдромы, соответствующие этим ошибкам, они будут тоже неравны. посчитаем синдромы на первой ошибке, на второй, и вот эти вектора обязаны не совпадать. А это что дает? Дает следующую процедуру декопирования. Можно просто взять и все выписать такую табличку в соответствии. Вот у нас будет синдромы ошибки, а вот синдромы. Всевозможные ошибки соответствующим синдромам. ну и просто мы, чтобы декодировать, мы берем вектор, который мы приняли, мы не знаем какой там вектор ошибки, но синдром, если мы посчитаем его, он будет зависеть только от вектор ошибок. Мы ищем этот синдром и соответствующую ошибку. Ну и таким образом находим ошибку и исправляем ее. По ошибке уже получаем годовый вектор, который был передан. вот такой процедура декодирования. Ну вот это утверждение, наверное, я доказывать не буду, это тоже достаточно легкое упражнение. А скажу, в чем проблема этой процедуры декодирования. То есть она, конечно, работает, все правильно, но она неэффективна. Дело в том, что ошибок их очень много может быть. То есть когда у нас возьмем, допустим, тысячу ну а число ошибок возьмем, допустим, ну я не знаю, 100. тогда число векторов, у которых вес не больше, да даже его с точностью равной 100. И сколько? С 100 из 1000, да? ну это больше чем 2 в сотой. 2 в сотой это астрономическое число. То есть такая табличка, она выветочена большая. ни в какой компьютер, ни в суперкомпьютер она не поместится. Соответственно процедура будет работать очень удобно. а вот эти параметры, они на самом без не такие большие. Современные коды, они как раз имеют порядка нескольких тысяч. То есть они работают с блоками порядка сотен тысяч битов. То есть с этим пока проблема. Ну более того нету, ну неизвестно по крайней мере эффективной процедуры декорирования для произвольного линейного кода. Ну более того доказано, что эта проблема как минимум НПКОная. То есть скорее всего и не существует эффективного алгоритма. То есть надо искать какие-то более узкие классы кодов. Ну на самом деле на следующей лекции я думаю уже мы определим определим и будем изучать процедуру декорирования для таких кодов. Ну а теперь давайте примеры посмотрим. Два очень хороших примера как все это работает. То есть помимо того, что линейные коды позволяют решить две проблемы это компактное представление кода, эффективное кодирование еще они позволяют решить проблему построения кодов с хорошими параметрами. то есть вот давайте я напишу теорему которую я стел как минимальный вес зависит от свойства матрицы H значит омега минимальный вес у нас ну давайте так напишем равен омега и так далее только тогда когда любые например у нас один столбец матрицы H спонированные или именно независимые вот эта теорема уже позволяет строить хорошее семейство кодов а а просто да давайте рассмотрим примеры первый пример это коды Хейминга дворичные дворичные давайте дворичные рассмотрим значит мы хотим чтобы код исправлял одну ошибку то есть это значит что минимальный вес минимальное расстояние должно быть равно трём давайте в эту теорему подставим то есть чтобы минимальный вес был равен трём нужно чтобы любые два столбца и матрица были линейными независимы у нас матрица h то есть любые два столбца были линейными независимы ну давайте введём параметры m это размеры этих столбцов соответственно это у нас будет m-k то есть любые у нас дворичное поле линейные там 0 и 1 вектора размеров m из 0 и 1 у нас есть да вот когда два таких вектора линейные независимы вообще какие могут быть линейные комбинации вот таким полем тривиально а их всего лишь три может быть первая вот такая комбинация должна быть не равна 0 вторая вот такая комбинация не должна быть равна 0 третья вот такая вот и всё то есть здесь коэффициенты либо 0 либо 1 ну когда 0 тогда это неинтересная реальная комбинация то есть во-первых получается что какие условия что вот эти столбцы должны быть не нулевыми то есть хотя бы по одной единичке это должно быть во-вторых вот это вот самое интересное условие что это означает ну если если было бы равенство 0 то мы бы могли перенести сюда один вектор да минус я не пишу потому что в дворечном поле минус 1 это все равно что 1 там минусов никаких нет вектора можно переносить просто не меняя останки то есть если линейная вектора просто равно 0 то есть первое что нет нулевых векторов второе что нет одинаковых векторов нет одинаковых векторов ну то есть вот здесь должны быть все возможные не равные вектора из нулей единиц не нулевые а сколько их можно вектора ну 2 в степени m всего векторов из нулей единиц размера прямо в минус 1 потому что мы его вектором убираем и получается что у нас можно взять просто все вектора кроме нулевого сюда выписать в качестве столбцов и получится матрица некого кода который умеет исправлять одно ошибки вот эта штука называется код получается равно точности вот сколько у нас векторов ну а k можно найти вот из этого соотношения k у нас будет равно 2 в степени m 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 последний вектор с трех единичек. То есть в точности получается 7 таких векторов, то есть у нас кодовая длина равна 7, а информационная равна 7-3, это 4. Вот такая матрица есть, но чтобы кодировать, нужна матрица G. Это достаточно легко сделать по матрице H, соотношение, которое связывают две эти матрицы. То есть эта матрица будет каких размеров? Это будет матрица из нулей, единица размера 4 на 7. Более того, то есть можно в принципе все элементы этой матрицы X сами обозвать и перемножить. С этой матрицы получится куча всяких уравнений. Получится большая система ее уравнений и много-много неизвестных. И решать ее, постепенно найти. Чтобы сократить число неизвестных, можно сделать так. Дело в том, что вот эта матрица, порождающая матрица, так же как и проверочная матрица, они неоднозначно создаются. Можно выбрать специально вот такой вид матрицы, где первый блок 4 на 4 это единичная матрица. То есть по диагонали единицы здесь 0 и 0, а здесь какие-то X. X1, X2, X3, тут можно Y называть, Y1, Y2, Y3, тут Z, 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 Z. То есть это так называемый Гаусс вид, или трапециидальный вид. То есть с помощью, так же как в методе Гаусса, можно с помощью линейных преобразований, то есть когда мы строчки одну к другой прибавляем, на меня местами, привести матрицу к такому виду. И на самом деле она будет задавать абсолютно то же линейное отображение. То есть когда мы матрицу таким образом меняем, при этом линейное отображение и сам ход никак не меняется. И вот такую матрицу, тут гораздо меньше неизвестных уже, получается сколько? А еще O будет, O1, O2, O3. Получится 12 неизвестных. И когда мы это все перемножим, получится 12 уравнений. И все это можно решить. Это просто система линейного параметра на двоичном поле. То есть можно их решать по обычным методам. Ну я не буду, наверное, это делать, просто интересно посмотреть опять же в книжке. На самом деле система, которая получается, она еще есть один плюс у меня, она расщепляется на 4 системы, которые можно независимо решать. Каждую из них решаем, находим соответствующие элементы стресса. Получается матрица, рождающая уже матрицу кода Хемминга. Кода, который может справлять одну ошибку. На самом деле, что одна ошибка, не очень впечатляет. Давайте рассмотрим коды Reader. Ридер. Самому. Тут уже можно, сколько вам надо ошибать, столько и задавать. То есть они умеют исправлять тэш. Но, правда, эти коды не двоичные. Они над полем GFQ. И причем, чем больше вы хотите задавать, выбирать параметры этих кодов, тем больше должно быть это поле. То есть они такие существенные, не двоичные. Ну, что это за коды? Они тоже сдаются с помощью, можно их задавать с помощью проверочной матрицы. Значит, как выглядит эта проверочная матрица? Вот, допустим, наше поле. Это ноль и какие-то элементы ненулевые. Этих ненулевых элементов Q- одна штука. Вот давайте матрицу H будем строить таким образом. В первую строчку выпишем все ненулевые элементы. Потом возьмем эту строчку, возведем в квадрат каждый элемент. Получим вот такие вот, значит, квадраты. Кубы будут. И так в другом степени 2T. Значит, в последней степени у нас будет 2T. И вот утверждается, что вот код с такой проверочной матрицы способен исправлять T ошибок. Какие параметры стоят тут в квадрате? Скibilальность Q- латовая длина это число столбцов в нашей матрице. А здесь N-K в проверочной матрице, да? это у нас 2t, то есть можно, то есть информационная длина будет равна n минус 2t, ну конечно же число ошибок нельзя выбирать, сколько будет на большую длину, то есть оно ограничено, естественно должно выполняться вот такое неравенство, то есть нельзя, чтобы число, все это число, оно не отрицательное, не нулевое даже, соответственно число строк должно быть не больше, чем число столбцов, но если вы хотите больше ошибок, надо выбрать q больше, 1000 ошибок, возьмите там 3000, например, порядка 3000 размер от поля, так вот, почему это так, давайте я попробую объяснить, почему этот код, код с такой проверочной матрицы, способен исправлять t ошибок, а вот по вот этой теории, да, чтобы код исправлял t ошибок, то есть у него минимальный вес должен быть равен 2t плюс 1, да, соответственно, любые 2t столбцов внутри саж должны быть равен 2t столбцов, ну давайте возьмем эту матрицу, выберем из нее произвольные 2t столбцов, что получится, ну или выпишем я их, то есть это уже какие-то b и t будут элементы, то есть я взял из элементов 3х, тогда выбрал какие-то элементы 2t элементов, обозвал их в это, ну и вот записываю теперь, то есть их 2t, так, соответственно, вторая строчка также будут это квадраты этих элементов, третья строчка кубы и последняя строчка будет это степень 2t элементов из первой строчки, вот такая матрица, и то есть вот эти две столбцы должны быть ленинонезависимыми, как это доказать, а матрицы у нас квадратные уже получились, квадратные матрицы столбцы или ленинонезависимые, это означает, что вот если мы возьмем, посчитаем определитель матрицы, то он будет не равен нулю, ну давайте посчитаем определитель этой матрицы, ну надо вспомнить свойства определителей, что можно брать любую строчку, делить все элементы строчки на какое-то число, или нет, поле, и выносить это за знак определителя, то есть берем первый столбец, делим его на β1, второй на β2 и все это дело вносим за знак определителя, так, 2t, да, и умножить на определитель вот такой матрицы, что получается, тут уже единица получается, а дальше то же самое, только как бы стрик произошел, то есть здесь у нас первая степень строчная, потом вторая и так далее, и последняя у меня в β1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, а вот эта штука, она, во-первых, хорошо известна еще с 18 века, вот это так называемый определитель Вандермонда, определитель Вандермонда, и он уже давным-давно посчитан, что это за определитель, это, ну вот, вот этот довесочек у нас есть, это надо взять все элементы, разбить их на пары и перемножить их разности, в батаретое, и у нас бета-житое, и у нас, допустим, больше, да, больше, чем еще, например, так, по-моему, так, то есть этот Вандермонд еще в 18 веке посчитал для нас, вот, получается такой определитель, и надо просто убедиться, что он не равен нулю-то, а это действительно так, почему? Потому что вот эти элементы не равны нулю, эти произведения, скобки тоже не могут быть равны нулю, потому что элементы разные, мы берем их разность, и получается умножить, и получается произведение не нулей, в поле, как в обычных числах вещественном, допустим, когда у нас есть произведение не нулей, в итоге получается не ноль, в итоге получается не ноль, действительно, благодаря, значит, определителю Вандермонта из 18 века мы можем доказать, что входы из 20 века не могут исправлять, значит, сколько вам в год наши, сколько они могут исправлять, вот, ну а дальше, значит, что вы берете эту проверочную матрицу, по ней опять можно получить порождающую матрицу, и с помощью нее можно кодировать, хотя, конечно, никто так не делает на самом деле, потому что процедуру декодирования, на самом деле, пока еще никакой нет, хорошей, то есть есть хороший способ построения кодов с числом машин, которые, сколько вам надо, можно. Что еще надо сказать про эти коды? Ну, это, на самом деле, коды с марсимальным расстоянием, то есть я вот на прошлой лекции определял границу для любого кода, блокового, должно выполняться такое вот неравенство, и для кода фридасоволона тут получается разница, надо просто подставить туда параметры, да, у нас это 2t плюс 1, так, а здесь у нас у минус 1, у минус 1, у минус 2t плюс 1, ну и получится равенство, получится равенство. То есть это коды с максимальным расстоянием, то есть это означает, что они, как бы, в некотором смысле наименее избыточны, то есть для каждого, для каждой ошибки, которые они справляют, они добавляют всего лишь два символа, два символа, то есть кодовая, кодовый вектор увеличивается только на два символа, то есть это минимально возможная, как бы, избыточность, вот они как раз минимальная избыточность, вот. Ну, неприятным моментом является то, что они не двоичные, ну, точнее, у них алфавит, он зависит от длины, то есть чем больше длина, чем больше ошибок вы хотите исправлять, тем больше приходится делать алфавит, то есть блок, который справляется, вот, на самом деле все, в конце концов, у нас же в битах кодируется, то есть блок, в котором кодируется символ, он тоже растет, то есть на самом деле не явно они, как бы, чем больше длина, тем больше они, ну, вот, символ, который кодируется. Ну, часто вот выбирается в качестве поля, поля 2,8, ну, то есть на самом деле существует конечный поля вот такого размера, ну, это в точности байты получаются, то есть символы, с которыми работает кодируется Соломон, это байты, либо там наборы байтов. Ну, то есть давайте подведем некоторый итог, что, какие плюсы линейных кодов, ну, значит, два первых, плюсы, значит, первые, это компактное задание с помощью матрицы G, которые имеют размеры K на N, то есть это гораздо меньше, чем вот экспоненциально называется с помощью таблицы. Второе, эффективное кодирование. Ну, здесь это просто умножение на матрицу, на порождающую матрицу. Это делается очень бездровельно. Ну, и третий плюс – это вот возможности с помощью таких конструкций построения кодов, то есть эффективное построение кодов с хорошими параметрами. Т, то есть T можно выбирать. Но минус есть один, как минимум, очень существенный – это отсутствие эффективной процедуры декодирования. То есть нет эффективной процедуры декодирования. Ну, на самом деле, на следующей лекции мы рассмотрим подкласс линейных кодов, так называемые циклические коды, которые задались уже с помощью полинолов. Там уже и есть такие процедуры. То есть можно еще сузить класс линейных кодов. И там уже такие процедуры будут. То есть эта проблема там решается. И, в частности, для кодов Эли-Соломона можно применять эти алгоритмы декодирования. То есть они, на самом деле, являются не только линейными, но и циклическими. Мы рассмотрим, как задавать их с помощью полинолиальные задания рассмотрим этих кодов. Можно применять эти эффективные алгоритмы. Более того, где-то в конце 90-х годов были придуманы более хитрые алгоритмы декодирования, такие, например, кодов Эли-Соломона, которые позволяют на самом деле обмануть вот эту границу. То есть они позволяют, на самом деле, зачастую исправлять гораздо больше ошибок, чем дает эта граница. То есть заходить за границу всем кодовам могут. Но не всегда, правда. То есть для всех конфигурация они не могут это делать, но такой генерический алгоритм получается, для большинства конфигурация ошибок может исправлять. И это очень большой параллель в теории кодирования. Даже вот этому человеку, который привел на такой алгоритм, он дает премию соответствующую. Так, ну все, давайте закончим доказательством.